Вот, друзья позвали на рыбалку. Сказали взять с собой удочку и приманку. Удочку я взял, даже не одну, а две. А что считать приманкой? Я думаю, приманка это то, что нравится рыбам. А что им нравится? Не подойдешь же к рыбе, не спросишь, рыба, а что тебе нравится? Она же разговаривать не умеет, молчит только. Как же узнать, что для рыб является приманкой? Точно. Нужно всего лишь посмотреть наш следующий сюжет. Кстати, если вы сейчас едите, то лучше на время прекратить прием пищи, так как наши понятия с рыбой о деликатесах, мягко говоря, сильно разнятся. Рабочая неделя рекламного агента подходит к концу. Он нашел мало клиентов, и начальник очень этой новостью недоволен. Пора отвлечься от работы и отправиться на рыбалку. А что требуется настоящему любителю рыбной ловли? Кроме удочки и крючков, конечно. Раскладной столик, стульчик и все остальное, что позволит рыбаку чувствовать себя комфортно. В пруду водятся крупные карпы, и Анатолий успел к самому клёву. Не клёво, только одно. Вся наживка осталась дома. Так как рыбу ловят на то, чем она питается, сначала поищем приманку непосредственно в пруду. Анатолий привязал к верёвке ведро. Теперь он зачерпывает ил, вытаскивает его на берег и промывает через мелкое сито. На дне сито остался крупный мусор, песок и маленькие красные червячки. Это мотыль. Мотыль – личинка комара. В нашем случае – комара-дергунца. К сожалению, на такого червячка поймаешь только небольшую рыбу. Анатолий же нацелился на крупную добычу. Для этого нужна другая наживка. Побольше размером. Братья-рыбаки помогут? Ну, конечно же, нет. Теперь у рекламного агента остаётся одна дорога. На мушиную ферму. Какой красивый цветок. Вокруг опарыш. Или буби. Тоже личинки, но не комара, а мясной мухи. Выращивание опарышей отдалённо напоминает разведение бройлерных цыплят. Здесь в клетках сидят породистые мухи-несушки. За месяц своей короткой жизни муха откладывает до пяти тысяч миниатюрных яиц. Опарыш вылупляется из них в стерильных условиях. И ему сразу предоставляют богатый стол. Ежедневно личинки съедают двадцать килограммов свежей рыбы. На то, чтобы вырастить килограмм наживки, уходит два килограмма фарша. Данная порода мух выводилась восемь лет. Эти личинки могут вырасти в шесть раз больше, чем их дикие собратья. И при комнатной температуре способны дожидаться рыбалки целый месяц. К тому же опарыши бывают цветными. Если покормить их съедобными красками. Теперь у Анатолия есть наживка буквально на любой цвет и вкус. А что рыбак насадит на самый большой крючок? Анатолию предложили ещё одну наживку. Зафобос. Личинок тропического жука-чернотелки выращивают в деревянных ящиках. Они едят практически всё, кроме камней, металла и пластика. Но предпочитает зафобос питательную смесь из овсяных хлопьев, соевой муки и пивных дрожжей. Твёрдые живучие червяки заметны в воде и не спадают с крючка. Анатолий вошёл в раж. Может быть, есть наживка ещё большего размера? И такая находится. Сальники. Да, не скажешь, что из такой личинки появится красивейший африканский жук-бронзовка. Теперь у Анатолия есть сразу несколько видов приманки. Зафобос, опарыш, всех цветов и сальники. Коллеги по рыбалке даже немного завидуют. Но тут Анатолий вспомнил, что ещё один вариант ползает прямо под ногами. Дождевые черви. Простая и проверенная наживка. Анатолий выкапывает червей, стараясь случайно не порезать их на части. Ведь, вопреки мифам, размножаются черви вовсе не делением. У червей нет разделения на мальчиков и девочек. Любые две особи могут дать потомство. После оплодотворения утолщение на их теле превращается в кокон, из которого могут вылупиться до пятнадцати червячков. Как в том анекдоте, мы скажем, что папа с мужиками ушёл на рыбалку. Итак, теперь у Анатолия есть выбор, на что же ему ловить. Сколько времени? Какая рыбалка? На работу опоздал. Что же подумает начальник? Ну, хоть тут у нас с ним мысли совпали. Действительно, у человека и рыбы абсолютно, мягко говоря, не совпадают вкусы. Вот вы думаете, как рыба ест эти всякие личинки, опарыши, это ж гадость, да? А вот, по мнению форели, нет ничего противнее, чем есть саму форель. О, Господи, сейчас вся жизнь промелькнула перед глазами. Кстати, какая-то она у меня неинтересная была.